Доходы госбюджета Якутии в этом году достигнут почти 176 миллиардов рублей. Таким образом, увеличение по сравнению с прошлым годом составит 6,8 миллиардов, а расходы – 185 миллиардов рублей. Об этом на неделе сообщил глава Минфина Валерий Жандоров на брифинге после заседания правительства. Министр пояснил, что увеличение доходов в основном связано с поступлениями субсидий и субвенций из федерального бюджета. Это 6 миллиардов рублей, а также от РИК плюс – 2 миллиарда для переселения граждан из аварийного жилья. Доходы региона возросли также и в части налоговых поступлений почти на 1,5 миллиарда рублей. По словам Жандорова, увеличились и расходы по ряду направлений. В расходной части, я уже сказал, это предприятия жилищно-коммунального комплекса. По программе здравоохранения мы увеличили на 335 миллионов рублей, где основную долю составили – это 200 с лишним миллионов рублей. Это на лекарственное обеспечение, увеличение лекарственного обеспечения, на санавиацию – 140 миллионов рублей, на инстантальную авиацию. И также за счет тех целевых поступлений в доходной части, у нас учились расходы и на переселение граждан из аварийного жилья. И ряд целевых направлений – это в области и сельского хозяйства, и в сочетности развития сельских территорий. Что касается бюджета республики 2017 года, то прогнозные показатели сейчас находятся в работе, но уже известно, что сохранится его социальная направленность. Безусловно, эта социальная направленность сохранится. Также будут заложены параметры необходимой расходы для реализации указа президента РФ от мая 2012 года. Все основные направления будут, безусловно, обеспечены финансированием. Возможно, станут вопросы по остающимся, не входящим в эти социальные обязательства расходам, по их оптимизации. Но если обратиться к подробной графике доходов и расходов бюджета республики за последние 6 лет, то цифры следующие. Как видите, в 2010 году бюджет составлял всего 105 миллиардов рублей. С того года он вырос более чем в полтора раза. Доходы делят на налоговые, на неналоговые, безвозмездные поступления. Что же касается расходов, то они также росли с года в год. Львиная доля – это расходы по социальной политике. Как я уже говорил, Минфин озвучил, что бюджет будущего года социальную направленность также обязательно сохранит.